Дом готов, а въехать в него нельзя. В такой ситуации сейчас так называемые долевики нескольких позиций. В проблеме разбирались представители постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Среди системных администраторов существует шутка. Надпись «Загружено» на 99% радует только первые два часа. У жителей, которые вложили деньги в долевое строительство позиции номер 83 по улице Калинина, история похожа. Только им не до смеха. Их дом почти готов уже несколько лет. Уже два года продолжается история со сдачей. Дом построен на 95%, но эти 5% оставшиеся никак не могут быть сданы. Я дочери подарила на свадьбу квартиру. Вот уже она второго ребенка, скоро родит на днях. Мы до сих пор не можем получить ключи. Загвоздка в маленьком участке земли рядом с домом, на котором генподрядчик построил трансформаторную подстанцию. Застройщик город и Росреестр никак не могут договориться, законно ли землю предоставили в аренду. Пока подстанция не узаконена, в дом не могут подать электричество, а жильцы – получить ключи. Первоначально предоставленный земельный участок был предоставлен договором на 5 лет. Росреестр отказался регистрировать по непонятным для нас обстоятельствам. Обжаловалась в антимонопольную службу. Решение антимонопольной службы – правомерно предоставленный участок. Суды могут тянуться еще годами, а проблему надо как-то решать, отметили представители комиссии горсобрания по градостроительству. Мы на свою комиссию депутатскую пригласим сотрудников прокуратуры, чтобы представители дольщиков, застройщиков, чтобы вопрос как-то постараться решить мирным путем. На следующем объекте – позиция номер 18 по проспекту трактора строителей – застройщик вообще не явился на встречу с депутатами. Впрочем, узнать, кто это – нетрудно. Строители расписались на некогда красивом торце. За то время, пока, опять же, почти готовый дом стоял без жильцов, незабудки успели завянуть. Также здесь проблема с подключением к коммуникациям и не полностью готов фасад. Петр Первый всегда говорил – строить добротно, строить красиво, строить на века, значит, строить сильную, могучую, великую Россию. Поэтому строим, если строим, значит, развиваемся. Но здесь вот строим, никогда строить не можем. Сегодня мы видим, что даже нет строителей. На незданных объектах в микрорайоне Садовой строителей тоже нет. Зато есть жильцы. Кому-то приходится жить без лифта, кому-то без витражей на балконах. Задержки первоочередные зависят и от материалов тоже, и цены скачут. Вы сами понимаете, у нас и кукуруз доллара. Цемент дорожает, металл дорожает. Покупали за 30, допустим, за 32. А на сегодняшний день он подскочил порядка под 50, наверное, уже за тонну. Со всеми застройщиками депутаты теперь будут общаться на заседаниях комиссии, куда заодно пригласят представителей надзорных органов. Возможно, тогда для долевиков в плане ожидания своих квартир эта осень станет последней. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.